Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно меня. Рад представиться. Меня зовут Суходоев Алексей. И сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас вводный технико-экономический вебинар в начале. То есть это азбука Skyway. Это только погружение. Все больше и больше роликов на пространстве сети интернет появляется о Skyway. То есть я считаю достойный ролик, который крайний. Также недавно появился в сети интернет. И он замечательно показывает вообще мир, который в ближайшем будущем нас ожидает, дорогие друзья. Это мир Skyway, это мир Transnet. И это действительно возможность, которая бывает раз в сто лет. Потому что сейчас этот мир начинает формироваться. Этот технологический, этот инфраструктурный, этот финансовый, и этот экономически просто взрывной, прорывной мир. И, соответственно, возможность быть совладельцем данной технологии, это действительно возможность, которая бывает раз в сто лет, дорогие друзья. И, возможно, я этого не осознавал в 2014 году, когда только присоединялся к проекту, начинал его изучать. Но благо то, что есть замечательные учителя. То есть в первую очередь это Анатолий Эдуардович Юницкий. Я как инженер-механик с удовольствием больше недели изучал технологию Skyway. То есть читал различные монографии, публикации. И сейчас я не могу сказать, что все их прочитал. Ну и, собственно, такие серьезные технические аспекты в них описываются, что невозможно все запомнить и все запоминать и не нужно, потому что Анатолий Эдуардович вообще все выводит логически. И, дорогие друзья, действительно технология Skyway, на мой взгляд, сугубо необходимо более 99% населения Земли. С этим соглашаются те страны, регионы, в которых мы проводим конференции. И, собственно, сегодня мы обязательно вам расскажем, почему действительно Skyway – это основа будущей сети, основа нового технологического уклада. Это основа новой мировой экономики, не побоюсь этого слова. На сегодняшний день это признают те венчурные фонды, те крупнейшие инвесторы, которые потенциально, теоретически будут входить, соответственно. Уже после демонстрации, естественно, они до демонстрации на данных этапах, так скажем, не факт, что войдут, но после демонстрации уже будет все предельно ясно и очевиднее некуда. И демонстрация, дорогие друзья, у нас будет происходить уже осенью 2016 года. То есть вот-вот остались, собственно, считанные месяцы до демонстрации в движении и считанные недели до демонстрации на выставке и на международной транспортной выставке, которая пройдет в Берлине. И данные вебинары, дорогие друзья, водные технико-экономические азбука Skyway, ориентированы в первую очередь на новичков. То есть мы показываем те основные аспекты. И, собственно, я больше на технический упор делаю, на нужную необходимость применения технологии Skyway для 99% населения Земли. Сергей Анатольевич уже более, с высоты развития в проекте Skyway более 15 лет дает обширное свое видение. И, собственно, уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, на который коллеги, те, кто и присутствовал раньше, потому что вот сейчас проголосовали, второй, третий раз присутствуют два человека. И не всем сразу понятно, что за технология транспорта второго уровня. Соответственно, с удовольствием также переходят на расширенные технико-экономические вебинары, где мы освещаем те основные события, новости, которые произошли. Ну и даем уже закладку футурологии, практикующей футурологии. А что такое практикующая футурология, вы обязательно узнаете на расширенном технико-экономическом вебинаре. И, дорогие друзья, невозможно поспорить. Я думаю, что аргументов просто не найдется, что многие процессы, действительно, многие процессы на сегодняшний момент происходят фактически мгновенно. То есть это и нахождение информации в интернет, это и скачивание этой информации. Ну и, по сути, что такое интернет? Это возможность открыть наш смартфон, ноутбук, планшет, персональный компьютер, неважно что, зайти при наличии сигнала мобильной связи, при наличии Wi-Fi сигнала, либо элементарного, самого слабого сигнала, зайти в сеть интернет, найти там информацию с возможностью передачи, с возможностью скачивания из любой точки Земли, любому человеку, находящимся, опять же, в любой точке земного шара. Что касается денежных переводов, то я могу сказать, тоже революция достаточно серьезная произошла в этом направлении. И я всегда на конференции говорю такой пример, что в 2009-2010 году я боялся переводить и совершать электронные денежные переводы. То есть я пользовался карточкой, но могу сказать, что был страх, была фобия, что мои деньги не дойдут с перевода внутри интернет-банка другому человеку. Но, как говорится, навык, практика. И сегодня я могу сказать, что прочно вошла в обиход этой ситуации, когда нужно совершить денежный перевод. Ну и, собственно, наши инвест-проводящие системы, финансирующие проект Skyway, глобальный проект Skyway, на данной стадии венчурный проект. Но риски действительно снижаются фактически каждую неделю. Если раньше каждый месяц снижались, то сейчас каждую неделю, если не каждые несколько часов вообще. И, соответственно, действительно многое изменилось за 10 лет. Но, что говорить о транспорте, дорогие друзья, фактически мало что поменялось. И максимальная скорость перемещения товаров, грузов, это, соответственно, 15-20 км в час железнодорожное перемещение. Это 500-600 км в час среднемагистральная авиация. И если говорить про автомобиль, то все мы сталкиваемся с проблемой пробок. Если говорить, опять же, про авиаперелет и железнодорожный перелет, да даже ожидание, собственно, просто на остановке нашего автобуса, с помощью которого мы достигнем желаемого местоположения, невозможно не говорить о проблемах пробок, о проблемах, я не говорю уж загазованности, смога в современных мегаполисах. И на расширенном технико-экономическом вебинаре я буду говорить о своем видении, о своем путешествии недавнем с целью проведения конференции, проведения серьезных переговоров в Республику Кыргызстан. Собственно, это девственный, экологически чистый регион. Сейчас не такой уж экологически чистый. Это понимает власть, это понимает местное население. И, собственно, необходимо менять ситуацию, и, естественно, не только на территории Республики Кыргызстан, но и на территории всего земного шара. И SkyWay это и транспортное инфраструктурное решение преодоления пробок, различных потребностей в ожидании, в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, когда нужно подождать иногда и недели, если это касается, допустим, ожидания перевозок груза морским транспортом. День можно прождать и своего рейса, если происходит откладывание прилета вашего самолета. И, соответственно, многие-многие ситуации, которые нас окружают фактически каждый день, которые нам мешают вовремя достигать своего пункта назначения желаемого, опаздывать на встречи позволяют, и, соответственно, заставляют отрываться нас от повседневной реальной действительности, жертвовать самое ценное, что у нас есть, это, соответственно, время. И сегодня SkyWay это действительно та технология, которую ожидает весь мир, миллионы людей, жителей планеты Земля, те, кто даже не в курсе об этой технологии. И самое интересное, что самой технологии, дорогие друзья, более 39 лет. На сегодняшней стадии от декларации, что мы будем что-то строить, что мы будем формировать научно-производственно-конструкторское предприятие, что элементарно был только придуман транспорт второго уровня, струнный транспорт, что касается, допустим, развития в 70-х годах. Сегодня мы уже переходим к стадии демонстрации, то есть к конкретному показательному выступлению технологии SkyWay. Но в конце 70-х годов все начиналось с эскизов, и все начиналось далеко не со струнного транспорта, с локального применения в виде адресных проектов. Но в охвате всего земного шара и в конце 80-х годов Анатолий Эдуардович представил концепцию, каким образом вывести промышленность в открытый космос. То есть буквально в смысле описал, если сейчас мы позиционируем струнные транспорты, струнные технологии, как ядро и основы шестого технологического уклада, а соответственно пятый технологический уклад – это смартфоны, это различные гаджеты, это, естественно, навигаторы, это, естественно, даже бытовые приборы, с которыми мы сегодня можем разговаривать, с которыми мы можем общаться с помощью Wi-Fi, и различные составляющие, как простой персональный компьютер, который ранее был, собственно, размером с холодильника и даже с нескольких холодильников, весом в несколько тонн, и за счет движения по закону МУРа, то есть каждые два года удвоение количество транзисторов на интегральной микросхеме. И, соответственно, действительно, мы сейчас получили, что у нас многоядерные смартфоны, которые раньше обладали возможностью только, допустим, отправки SMS и даже не заходили в интернет, уже более чем 9 лет заходят в интернет и является неотъемлемым средством нашей повседневной жизни. И, дорогие друзья, на самом деле транспорт SkyWay также станет неотъемлемым средством нашей повседневной жизни. Об этом мы расскажем на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но я хотел бы представить вашему вниманию ту технологию, которая теоретически будет пролегать по всей длине экватора, то есть это более 40 тысяч километров, и, соответственно, поднимаясь, немножко расширяясь в своих размерах, будет уравновешиваться центром масс Земли и позволит выводить в ближний космос на высоту 300 километров десятки миллионов тонн грузов. Соответственно, в 1988 году Анатолий Эдуардович представил конкретное обоснование, каким образом вывести промышленность в открытый космос. И это технология Spaceway. Давайте, пожалуйста, посмотрим, чтобы представлять... Анатолий Эдуардович то есть вы заметили, дорогие друзья, что это что-то из грани научной фантастики, но самое интересное, что еще в конце 80-х годов на Международной конференции по неракетной индустриализации космоса, которая проходила в городе Гомель, Анатолий Эдуардович представил, каким образом реализовать серьезный масштабный инфраструктурный проект. И, собственно, никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады, через технический прогресс. И к этому мы обязательно придем, но в начале, соответственно, должно было появиться что-то, что ознаменует приход шестого технологического уклада. И как раз за счет оптимизации общепланетного транспортного средства данного серьезного глобального инженерного инфраструктурного сооружения Анатолий Эдуардович пришел к логике и к созданию абсолютно эффективного, безопасного, дешевого применения и быстрого в строительстве транспорта, транспорта второго уровня. Сейчас это называется технология SkyWay. Собственно, также это называется струнный транспорт Анатолия Эдуардовича Юницкого. И при существующих законах физики, аэродинамики данный транспорт был создан. И, собственно, сейчас мы уже развиваем четвертое поколение струнных технологий. То есть, если говорить про второе поколение, то я могу сказать, дорогие друзья, что, собственно, второе поколение ознаменовалось инвестиции одного из губернаторов Красноярского края Лебедя Александра Ивановича. Его убедил в свое время Сибиряков Сергей Анатольевич, просто подсев в самолете и просто обосновав с помощью применения технологии SkyWay, как на сегодняшний день мы выстраиваем для многих губернаторов, для многих администраций, для многих президентов многих стран мира, целые транспортные, инфраструктурные, энергетические, коммуникационные стратегии развития той или иной страны с выгодой, естественно, для существующих правителей и с выгодой целым для страны, естественно, жителей этой страны. И Александр Иванович понял реальность и перспективность применения этого проекта, поэтому буквально через несколько недель Александр Иванович выделил первый транш из своего личного губернаторского фонда и, собственно, началось строительство в городе Озера Московской области технопарка. Это первый испытательный тестовый участок был, который, собственно, функционировал с 2001 по 2009 год. И многое было показано на данных тестовых участках и, собственно, есть доказательства этому репортаже центральных телеканалов, но это уже, дорогие друзья, наша история на самом деле, потому что сегодня мы движемся на совершенно другом уровне, в совершенно иных масштабах. Но без этого события ничего бы не началось, поэтому можно считать действительно испытания в городе Озеры Московской области как ознаменование и начало эпохи Транснет. Был заложен, естественно, нулевой километр и, более того, в 2009 году на спецпрезентации на Госсовете России по инновациям в транспорте была представлена технология Skyway, причем одним из губернаторов, господином Морозовым. И, соответственно, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал такую фразу, если финансирование найдете, то, пожалуйста, реализуйте проект Skyway. Далее также планировалось выделиться в 1 миллиард рублей на развитие технологии Skyway. Но по неизвестным причинам в 2009 году, по неустановленным, собственно, обстоятельствам, неустановленными лицами, опять же, и без каких-либо определенных, непонятных до сих пор мотивов, технопарк в городе Озеры был разрушен и увезен в неизвестном, опять же, направлении. То есть как в блокбастере, как в каком-то голливудском фильме. Но это, дорогие друзья, наша история. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее. И в первую очередь Анатолия Эдуарда Чуницкого. Поэтому также после общения, после попыток начала строительства и финансирования новых технопарков, после попыток создания технологии, опираясь на инвестиции крупных и крупнейших инвесторов. То есть это различные олигархи, иностранные, русские, это различные послы, президенты. Но все заканчивалось одним и тем же желанием. Обладать всем и Анатолию Эдуардовичу Юницкого, отдавать минимальную долю. Естественно, ныне генеральный директор, генеральный конструктор «ЗАО Струнные Технологии», не мог позволить этого и в первую очередь себе позволить перечеркнуть более 30-летний опыт развития Skyway. Потому что, естественно, после передачи максимальной доли, то по мнению крупных и крупнейших инвесторов, которые могли инвестировать на тот момент в проект, и кузнец не нужен был бы в кузнице, как говорится. То есть мнение этих людей, что сама бы технология развивалась и что все будет все равно строиться, даже без участия Анатолия Эдуардовича Юницкого. Естественно, это предугадал Анатолий Эдуардович и в 2013 году был предпринят достаточно рискованный, но судьбоносный и правильный шаг. Это начало эпохи краудинвестинга или, как мы на сегодняшний день называем, эпоха народного финансирования проекта Skyway. И эта схема, сегодня я могу назвать, дорогие друзья, уже схемой сетевого построения корпорации, она будет дублицироваться, она будет применяться и в других корпорациях, когда мы представим успешную историю вывода технологий на рынок. И сегодня мы уже приближаемся к завершающим этапам. Сегодня мы приближаемся к демонстрации и финансируем 4 направления. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, это высокоскоростной транспорт и, естественно, то направление, которое появилось чуть более 6 месяцев назад, это легкий прогулочный, спортивный, экскурсионный транспорт. То есть наши мускулистые, подтянутые, выносливые юнибайки, которые стали основой первых переговоров на территории Российской Федерации, также вот в Челябинске с представителями властей. Я начинал переговоры с семьей Баклуниных, то есть мы командой двигались и, собственно, именно с юнибайков началось вхождение в информационное поле из-за интересованности властей. На сегодняшний день это является одним из перспективных направлений применения технологии SkyWay. Ну, естественно, помимо этих направлений существуют и целые морские сооружения, морской порт SkyWay, различные девелоперские и инфраструктурные проекты, как взлетно-посадочные полосы со струнным армированием, такие как целые города, экотипа, это умные города, линейные города, и, собственно, и это будет реализовываться и строиться, и даже заказчики потенциально уже на данные серьезные комплексные инфраструктурные решения также имеются. Например, Абудаби в 2019-2020 году мы планируем возвратиться к рассмотрению данного комплексного решения в виде строительства линейного города на территории Абудаби. То есть изначально предварительные соглашения были заключены и, собственно, ожидаем 2019-2020 год. Это, естественно, также погрузочные, разгрузочные модули, целые транспортеры, и все, что будет дополнять, не конкурировать, дорогие друзья, а именно дополнять ту существующую промышленную индустрию, которую, по мнению Анатолия Эдуардовича Ницкого, уже пора, еще в конце 70-х годов он это действительно искренне и неистово доказывал, после того, как понял, что время технологии общепланетного транспортного средства еще не пришло. И почему, дорогие друзья, действительно, уже более 500 тысяч людей по всему миру просто заинтересованы в развитии транспорта, потому что существует специальный минимальный опцион для тех, кто даже просто заинтересуется и будет наблюдать, ну и попросту зарегистрируется в одной из наших инвестпроводящих систем, получит минимальный пакет обязательств, которые в будущем станут реальными акциями и активами международной корпорации Skyway. То есть на минимальную долю Анатолий Эдуардович выделил изначально спецопцион, который сейчас распределяется и это закончится, дорогие друзья, но сейчас есть возможность на одном из слайдов мы обязательно также подробно остановимся. И, собственно, более 80 тысяч людей по всему миру каждый месяц инвестируют в технологию Skyway, то есть у нас есть система беспроцентных закрепляющих условия того или иного этапа. На сегодняшний день мы находимся на седьмом этапе так называемой рассрочки и действительно все эти люди более 580 если сложить это количество людей по всему земному шару и те люди, которые даже еще не узнали о проекте пожелают пользоваться дешевым, комфортным, эффективным, безопасным средством передвижения, которое будет доступно всем людям планеты Земля независимо от их вероисповедания типа кожи, социального статуса и так далее и тому подобное. Потому что как сегодня каждый может пользоваться скайпом, различными мессенджерами, различными социальными сетями, просто имея возможность зайти в интернет, так и в будущем мы позиционируем, что каждый сможет пользоваться благами струнного транспорта и благами сети Transnet и соответственно путевая структура Transnet сможет простоять более века по аналогии с современными мостами, путепроводами и так далее. Это будет абсолютно экологичная технология, дорогие друзья. Может скот пастись, можно воздействовать, заниматься сельским хозяйством, можно соответственно выращивать различные культуры, как огурцы, помидоры и собственно это выращивается также дорогие друзья уже на сегодняшний день, на сегодняшний момент на экотехнопарке и естественно инновационность, о которой мир еще не слыхал. Именно поэтому уже на стадии проработки коммерческих предложений многие государства соглашаются и ожидают только одного демонстрации. И дорогие друзья, это все замечательно, это все хорошо, я могу петь огромные дифирамбы и говорить часами о технологии Skyway, но все не имело бы никакого смысла, если бы сейчас не велось строительство. В общем доступе, дамы и господа, коллеги, я представляю материал, на который сейчас сбрасываю ссылку, чтобы было понятно, это хронология развития строительства, то есть фактически строительство началось в сентябре 2015 года. И вот-вот только год мы будем праздновать, что идет строительство и посмотрите, что произошло уже за эти года. Это действительно стоит внимания многих людей, кто сейчас не обратил на технологию Skyway и вообще на проект Skyway. И собственно те люди, кто упустит эту возможность, те инвесторы, которые на сегодняшний момент не понимают перспектив этой возможности, обязательно присоединятся, когда все станет максимально очевидным. Это будет уже в 2016 году, когда все будет продемонстрировано, когда в движении городской пассажирский транспорт и легкий прогулочный транспорт будут продемонстрированы. Естественно, к сожалению, либо к счастью, там пока что проехаться нельзя будет, так как мы будем ожидать сертификации, но это планомерный, понятный процесс, такой же процесс, как и собственно строительство экотехнопарка. Естественно, было применено множество ноу-хау, начиная от самой технологии, струнной технологии и заканчивая озеленением крыш, допустим, за которые чуть больше пяти месяцев назад был получен Гранд Про ООН за зеленые крыши, и это также оптимизация, это сокращение расходов, потому что Анатолий Эдуардович вынужден работать в экстремальных условиях, я бы не сказал какого-то недофинансирования, но обычно финансирование оказывается на подобные проекты в сотни миллионов долларов. на сегодняшний момент мы собрали значительно меньшую сумму, но тем не менее посмотрите на строительство. Перенесемся, я люблю переноситься уже на крайние стадии, то есть к примеру зима и 4 февраля вы видите, что 21 января были установлены 19 промежуточных опор, собственно потом все растаяло, и кстати это очень интересно для нашей технологии, так как перепады температуры может выдержать сама путевая структура и сама технология Skyway до 100 градусов. И соответственно 19 февраля посмотрите на какой стадии строительства находилась первая анкерная опора, которая совмещается с транспортно-логистическим узлом и позволяет выдерживать нагрузку дубайского аэропорта. И уже если переносить на 23 апреля это наш экофест, вы видите что собственно уже тут на какой стадии находится строительство и все это повторюсь на деньги народного финансирования на средства привлеченные несколькими инвест проводящими системами, то есть мы с Сергеем Анатольевичем представляем головную компанию и Skyway Capital и собственно это действительно реально и возможно с помощью желания и возможности людей инвестировать в данную технологию кто сколько может то есть инвестиции возможно от 50 тысяч от 50 долларов и сейчас крайняя инвестиция рекорд так скажем от одного человека это 330 тысяч долларов и соответственно опять же возвращаемся к строительству то есть 19 мая уже параллельно началось строительство легкой прогулочной трассы и собственно также если говорить про последующие этапы то параллельно с легкой прогулочной трассой мы видим уже начало строительства грузовой трассы это собственно уже июль и вы видите как действительно растут ввысь уже вторая анкерная опора для многих для тех кто присутствует первый раз будет немножко непонятно что за вторая анкерная опора мы не будем на этом останавливаться дорогие друзья потому что есть масса монографии публикации есть масса описаний но хотим представить именно вашему вниманию процесс строительства буквально в режиме быстрой перемотки 18 июля стартовал процесс строительства участка грузовой трассы то есть первые котлованы опять же те этапы которые пройдены которые понятны которые оптимизированы максимально и собственно если говорить про оптимизацию то дорогие друзья я могу сказать что не каждая корпорация позавидует подобной оптимизации расходов то есть по 15 этапам расходы были снижены с 450 миллионов долларов США это план 2014 года до 240 миллионов долларов США это уже план 2016 года и если в августе 2015 года единственным сотрудником научно-производственного конструкторского предприятия являлся Анатолий Эдуардович Юницкий сейчас работает более 200 специалистов и собственно работают также в поле менеджеры продвиженцы проекта Skyway кто как раз таки заинтересован в развитии финансирования проекта пока не подключились крупные крупнейшие инвесторы и собственно 19 июля уже были продемонстрированы подвижные составы в масштабе 1 к 1 в сентябре 2015 были продемонстрированы подвижные составы в масштабе 1 к 10 но сейчас это также история как уже в историю вошел полигон городе озера Московской области и собственно это все показывается потому что уже эти все моменты элементы запатентованы и посмотрите на скорость строительства действительно то что менее чем за год но сейчас можно сказать уже фактически год ведется строительство экотехнопарка и собственно на такие средства такими ресурсами то есть чуть больше 200 человек научно-производственного конструкторского предприятия которое включает в себя 13 кб и собственно обычно подобные технологии подобные инновации формируются тысячными и тысячными персоналами и собственно 12 августа уже был показан также юнибайк сейчас фактически каждый день идет идет доработка фактически каждый день идет процесс подготовки к выставке инотранс и скоро дорогие друзья начнется процесс монтажа путевой структуры skyway то есть это как раз таки струнная струнная путевая структура и если говорить опять же про скорость посмотрите 17 августа это уже вторая анкерная опора также 17 августа продолжается монтаж уже высотной городской пассажирской трассы то есть в конце вебинара мы включим ролик экотехнопарка чтобы было понятно 18 августа было одновременно и очень красивое масштабное событие то есть это уже проверка качестве установки опор высоты расположения опор чтобы путевая структура была смонтирована максимально ровно и как мы позиционируем была бы абсолютно ровной и гладкой 19 августа мы видим уже продолжение строительства уже грузовой анкерной опоры это первая анкерная опора грузовой линии 29 августа вы видите процесс продолжения строительства второй анкерной опоры городской пассажирской трассы и соответственно вспомните как выглядела станция и одновременно первая анкерная опора городской пассажирской и высокоскоростной трассы то есть например переместимся даже на 23 апреля то есть наш экофест 23 апреля 29 августа я могу сказать дорогие друзья что бассейн который строится далеко не на народное инвестирование строится медленнее в моем родном городе Челябинске и этим действительно я и мотивирую тех людей кто занимается в спортивном комплексе где я хожу в спортзал и они интересуются а что же за технология которая строится быстрее чем бассейн то есть даже вот элементарно с такого захода далекого получается заинтересовывать технологии Skyway людей которые еще не знают о технологии Skyway и естественно дорогие друзья многих будет интересовать что такое струна почему не порвется почему собственно выдержит сотни тонн усилий нагрузки я могу сказать дорогие друзья что все ответы на все эти вопросы есть и можно найти непосредственно уже в 100 ответах на 100 вопросах то есть это чисто техническое издание но одно я могу сказать что действительно ноу-хау предварительно напряженная конструкция и если говорить про техническую составляющую то дорогие друзья это то что ранее вообще не использовалось и собственно это действительно является прорывной технологией и если говорить про вообще предварительно напряженные конструкции то наши кости дорогие друзья также являются предварительно напряженными составными частями нашего тела и многое Анатолий Эдуардович берет действительно из природы дорогие друзья и как говорится у природы нет плохой погоды у природы нет отрицательного применения поэтому максимально оптимизируется наша технология максимально по срокам идет строительство и уже о макроэкономическом взгляде прогнозе о своем видении на развитие технологий Skyway на ближайшие года расскажет и поведает нам Сергей Анатольевич Сибиряков в прошлом очень серьезный государственный деятель и чиновник действующий государственный советник третьего уровня и в первую очередь человек который продвигает технологию Skyway мы как всегда делаем трансляцию и в комнате и в вебинаре так во-первых как слышно как видно есть вечером ждать да обязательно обязательно так друзья есть обратная обратная связь слышно видно хорошо Алексей я помню что-то не видно отлично значит у меня чат подвез ну вот друзья мы практику сейчас продолжаем вводных вебинарах то есть видите Алексей за 30-35 минут проводит довольно-таки сжатую очень четкую презентацию вот я могу сказать что фактически сейчас уже у нас вот вебинары начинают вообще сводиться с отчетом о проделанной работе то есть Алексей уже говорил я буду на следующем вебинаре будет еще говорить о том расширенном о своей поездке в Киргизию вот которая проходила вот вернулся только в воскресенье понедельник даже вот я после поездки в Сочи был прям через день в Новосибирске вот тоже об этом будем говорить на следующем вебинаре и эта практика сейчас будет постоянно постоянно нарастать то есть идет уже именно востребованность точки зрения описания и показания именно стратегических планов развития то есть в Новосибирске я вообще был именно уже с точки зрения планирования развития города и естественно что нас уже зовут для того чтобы рассказать применение технологии рассказать как мы видим развитие исходя из проекта Skyway поэтому на сегодняшний момент я еще в Новосибирске провел две открытые лекции и для молодежи и для наших активистов и тоже сходу собралось там под 100 человек людей которые просто узнав буквально за 3 дня потому что еще за 2 дня было непонятно что едут я в Новосибирск или нет тем не менее интерес большой то есть раньше у нас конференции региональные проходили на 100 человек а сейчас просто в один вечер из информации собирается такое количество людей там большое еще количество людей которые смотрят трансляцию в Перископе вот поэтому сейчас исходя из той ретроспективы которую Алексей сейчас показывал друзья больше наверное и более убедительно говорить о том как развивается проект что делается наверное уже сказать нельзя поэтому сейчас мы уже больше делаем упор именно на научность на последовательность то что происходит почему именно Skyway сегодня неизбежен и почему альтернативы сегодня нет почему то есть очень много уже сопутствующих вопросов соответственно чем отличается от трансрапида от монорельса от скоростной железной китайской или немецкой железной дороги от магнитной левитации от хайперлупа соответственно Илона Маска вот эти вопросы уже как раз больше сейчас ну скажем так волнуют те кто интересуется развитием транспорта и это конечно вот сейчас тоже основная такая тема для анализа и то что мы сегодня делаем второй вопрос очень важный сейчас это практическое применение насколько это все реально и насколько это реально уже может стать бизнесом там сегодня завтра насколько это будет продвигаться уже ну там ближайший год два-три насколько это длинные инвестиции насколько это длинные скажем так ожидания с точки зрения результатов которые есть и здесь тоже как раз друзья уже та логика которая просматривается что три года назад мы запустили вот этот этап уже с краудинвестингом привлечением инвесторов и соответственно подход по созданию краудинвестинг инвест проводящей системы сегодня мы уже показываем результат и этот результат очень важен и очень убедителен то есть и вот сейчас будет в сентябре мировая презентация на инотрансе это будет выдающееся событие когда технология заявит о том что есть и фактически в скажем так в мировом сообществе кто занимается транспортом или оценивает перспективы развития будет четко заявлено и сказано что транспорт второго уровня он крепко вошел и надежно то есть так основательно вошел в сегодняшнюю реальность и дальше он будет завоевывать все новые и новые позиции мы еще так на следующем вебинаре пообсуждаем с вами соответственно те тенденции которые сегодня есть вообще в мировой скажем так транспортной отрасли мы к этому скажем так имеем самое непосредственное отношение мы с Алексеем возглавляем международную ассоциацию практикующих футурологии это те кто показывает рассказывает будущее те концепты которые мы сегодня даем они крайне востребованы и к ним подходят серьезно сегодня очень и очень интересные ну скажем так и серьезные центры которые занимаются сегодня аналитикой прогнозов и здесь когда мы говорим о том что мы являемся сегодня лидерами мировой футурологии то это не просто пожелание а это именно исходит из того что та научно-экономическая школа которая создана инженером Юницким она сегодня входит именно в лидирующие позиции именно мировой технологического развития то есть она реально заявила о себе что мы делаем то что будут пользоваться миллиарды людей что альтернативы и конкуренции сегодня нет раньше мы это утверждали с точки зрения экспертных расчетов сегодня это уже абсолютно подтверждено все научными испытаниями продувками в аэродинамических и уже подходу к практическим испытаниям поэтому друзья здесь четко можно сказать что мы вас зовем в проект который является технологическим лидером на ближайшие 30 лет и все конкуренты в ближайшее время это признают потому что рынок все расставляет на свои места потому что можно бесконечно долго декларировать возможности но пока они не продемонстрированы и пока на них нет спроса это все друзья пожелания так вот я могу утверждать абсолютно четко что технологии Skyway на сегодняшний момент конкуренции нет и это тоже в следующем мы еще покажем ряд сопутствующих направлений которые мы сегодня продвигаем и делаем где у нас огромное количество партнеров сегодня возникает и в автомобильной отрасли и в железнодорожной и даже в авиации вот то есть мы сегодня даем через концепт именно нашего как Алексей любит говорить шустрого мускулистого юнибайка вот мы сегодня вышли в новый концепт вообще развития транспортной инфраструктуры на переходный промежуточный период и это тоже очень важный такой момент и сегодня это идея которая подхвачена которая сегодня применяется и уже начинает реализоваться основными техническими центрами вот и я вам покажу в следующем вебинаре о том что когда мы были в технопарке в академпарке в академгородке новосибирском это сегодня ведущий вот и там реально разрабатывается сейчас концепция и мы прорабатываем вопрос как наш юнибайк будет реально летать вот и прям такой репортаж прошел учим юнибайк летать и это друзья не просто какие-то красивые слова через некоторое время мы его будем учить ездить самого уже по земле а не по струне по струне друзья он ездит в автоматическом режиме его там учить ничему не надо там будет окладывать ну там система роботоуправления и поэтому автоматическая система она не предусматривает но когда идет концепция такой метаморфозы и наш юнибайк начинает ездить по земле по лесу по болотам по снегам плавать по воде летать в небе то нужны определенные специальные устройства и это дальше вот мы сейчас делаем это тоже такое очень интересное направление которое сегодня активно вот сейчас Алексей вам показывает минибайк вот который сейчас ездит на струне и струна это его естественно проектировался под но сегодня есть определенные востребованности концепции пока струна еще не пришла в каждый регион или тем более в труднодоступные моменты то надо делать определенные сегодня дополнительные устройства и этот же наш юнибайк в котором вы находитесь он у нас будет ездить как джип и плавать как катамаран и даже под парусом сейчас прорабатываются такие вопросы он будет летать есть автомобиль который летает ну вот друзья вот фактически сейчас вот наш юнибайк дает целое направление концепцию который сегодня по струне друзья он уже ездит он уже спроектирован и струна это его естественное питание то есть и здесь мы как раз покажем что на сегодняшний момент концепция нашего юнибайка она позволяет перемещаться в любой среде но что для нас очень важно и очень четко мы показываем что какая бы другая среда то есть дополнительно техническое устройство он может ездить как джип он может ездить как городской автомобиль он может летать как контейнер в самолете или там передвигаться по железной дороге но это все друзья сегодня переходный период и все эти средства перемещения однозначно проигрывают сегодня струне и это как раз показывает о том что струна будет развиваться как альтернатива как именно наиболее дешевое и качественное перемещение чем все остальные поэтому пока вот эти вот метаморфозы то есть когда наш юнибайт будет и летать и плавать и быть снегоходом болотоходом и еще там рядом на переходный период это будет иметь место очень непродолжительно это как вспомните как в свое время появились пейджеры как мобильная связь но это был очень короткий момент да он дал мобильность то есть пейджер но тем не менее он не дал всей полноты что дал потом сотовый телефон и за пейджерами очень быстро пришла сотовая связь хотя она оставила функции сегодня можно писать смски короткие сообщения если вам там нет времени или нет необходимости разговаривать то можно через систему смс сегодня общаться со своими партнерами точно так же и юнибайк он будет перемещаться в системе скайвея и транснета по струне но при необходимости если есть там где-то в горах в лесу в тайге он может быть на базе болотохода снегохода джипа вертолета или еще так сказать где соответственно уже перемещаться но при этом он не перестает быть нашим юнибайком просто он отстегивается от струны и начинает просто как самостоятельное именно уже передвижное средство как мы это называем МПС Мобил Персонал Спейс то есть ваше персональное пространство он начинает перемещаться то есть это друзья то что с точки зрения как раз футурологии развития чтобы вы четко представляли как и что какой проект сегодня мы вас зовем и делаем что сегодня делает краудинвестинг что сегодня создает группу компаний Skyway это целый комплекс технологий SkyTech то есть это следующий технологический уклад и мы сегодня реально и заявляем и подтверждаем своими деятельствами о том что мы сегодня являемся безусловным лидером с точки зрения технологической отрасли соответственно именно технологического направления и вот сейчас выставка инотранс которая это подтвердит и закрепит именно интерес к тому направлению которое мы делаем ну а дальше друзья это уже те практические и адресные проекты которые которые сегодня уже запускают все делается это все друзья как раз будет развитие и очень много задаю вопросов вот я только что я говорил целую группу конференций провел это по поводу когда будут выплачиваться дивиденды здесь друзья мы не можем абсолютно даже теоретически поставить сегодня рамки единственное что мы вам единственное гарантируем вот над этим работает вся команда во главе и с инженером Тюницким и вся команда менеджеров и людей которые доводят информацию о проекте значит и лично я могу вам гарантировать только одно что интерес к проекту интерес к Skyway будет только возрастать по мере тех возможностей которые они будут все демонстрироваться на Экотехнопарке помимо тех проектов которые будут подключаться помимо тех партнеров которые все больше видят перспективу входит в проект поэтому интерес к этому проекту будет все больше и больше расти значит соответственно спрос на те обязательства, которые сегодня выдает группа компаний, она будет постоянно возрастать. Поэтому наша первая задача, первый этап это сделать, чтобы этот пакет начал продаваться хотя бы по той цене, по которой вы его купили. Следующий момент, чтобы это постоянно росло в цене, соответственно это будет уже доход на тех, кто вошел за счет венчурных премий. Это ваше будет решение и по какой цене вы будете продавать. Самое главное, что на эти пакеты будет спрос. Я думаю, когда будет закрыт конец этого, начало следующего года, вход в корневую технологию с точки зрения краудинвестинга, то есть все финансирование перейдет уже на институциональных профессиональных инвесторов, спрос на эти обязательства еще больше возрастет. И дальше, конечно, мы будем считать, что наша задача с точки зрения обязательств уже выполнена практически полностью, когда этот пакет будет продаваться и на него будет спрос один к одному. То есть номинал с учетом венчурных премий, которые выдавала обязательства компания, они будут востребованы и рынок будут востребовать и оплатить за эти обязательства. Следующим моментом, конечно, это будет рост по мере того, как будет капитализироваться и расти спрос на технологию. Это тоже, друзья, не за горами, потому что мы сегодня ведем постоянные переговоры с точки зрения применения технологий. Сегодня все больше и больше уже в профессиональной среде приходит понимание, что технология решает те задачи, которые не может решить ни железная дорога, ни автомобили сегодня, ни авиация. Соответственно, это совсем другая ниша и интерес к этому растет все больше и больше. И, соответственно, по мере развития тогда уже начнет капитализация и тогда уже речь будет идти прибыли, дивиденды и так далее. Но, друзья, до этого наша задача, чтобы те обязательства, которые сегодня выдает группа компаний, чтобы они постоянно-постоянно были более востребованы. И в этом как раз, друзья, наша работа заключается, это демонстрация возможностей технологий. И Эко-технопарк в октябре запустит свою работу, это старт, а окончания этой работы не будет никогда, во всяком случае, на ближайшие сто лет. Это вопрос, когда мы будем сначала декларировать возможности технологий, то есть мы будем браться за решение каких-то инженерных технических задач, а потом с помощью той системы, которая отстроена, то есть проектирование, изготовление опытных образцов, испытания, потом сертификация и демонстрация, соответственно, будет показаны уже, продемонстрированы возможности технологий. То есть Эко-технопарк, его задачи от декларации возможностей, то, что мы сегодня делаем, переходить к демонстрациям технологий. И эта задача, она будет постоянно, то есть мы постоянно будем браться за новые и новые задачи. То есть есть задачи, которые сегодня уже определены, это решение сегодня городских транспортных проблем, связанных с пробками, со смогами, с преодолением больших препятствий. Это сегодня аналог воздушного метро, и эта система уже начнет демонстрацию в сентябре. Машина, которая будет именно 14-местным юнибусом, она будет продемонстрирована уже на Инотрансе. Это уникальная машина. В октябре она перейдет уже именно к ходовым испытаниям. Это уже возможности, которые можно видеть. И это полный аналог сегодня метро, потому что метро это сегодня безумно дорогое сооружение с точки зрения строительства и эксплуатации. И здесь даже не на один порядок, а более чем один, то есть подходит сегодня цену уже на два порядка, то есть более чем в сто раз дешевле, чем сегодня строительство городского метро. А торпускным способностям даже наша легкая трасса юнибайка, она будет сопоставима с ветками метро. Соответственно, это начало демонстрации, потом будет уже начало, уже сначала первый показ скоростных, но не на больших скоростях, потому что надо продлять, мы на следующий год будем продлять пять километров, тот километр который в этом году будет смонтирован, потом пятнадцать километров, соответственно скоростью будет демонстрироваться сто, потом двести, потом триста, потом четыреста и так далее, и так далее. То есть это тоже процесс развития. Ну вот, друзья, значит, это для новичков, которые только вошли, я думаю, что сегодня у нас уже четко отработан механизм подачи информации, что я думаю, ни у кого не возникает вопросов, что вы попали в очень серьезный и вы узнали об очень серьезном проекте. В интернете очень много сегодня идет обсуждений, и мы, наверное, сегодня один из самых информационных проектов в интернете, соответственно, естественно, очень много идет и много положительной информации, есть много, соответственно, отрицательной информации. Это естественное сопровождение любого проекта, друзья, здесь нет ничего такого сверхъестественного, очень много сейчас есть завистников, очень много конкурентов, которые реально работают против развития проекта. И это по мере того, как мы будем приближаться уже к реализации реальных проектов и к заказам, эта система будет обостряться, поэтому ничего в этом страшного нет. Кому-то мы отвечаем, те, кто гавкает как моська, на кого-то игнорируем, так сказать. Я тут очень на прошлой неделе эмоционально и так пространно отреагировал, когда наш проект назвали лохотроном, а лично меня лохом с 17-летним стажем. Я сразу сказал, что, друзья, я с этим категорически не согласен. Вот, и у меня для этого есть аргументация, которую могу привести, в том числе высококлассных экспертов, с кем мы общаемся, и которые признают наш проект очень серьезно. Поэтому те, кто меня называют лохом, потому что я в проекте 17 лет, я говорю, что, друзья, я готов с вами лично спорить с этим несогласен, а то, что мы сегодня привлекаем людей в проект, и меня называют из-за этого еще лохотронщиком, так вот, друзья, конечно, венчурность присутствует, риски, высокие риски сегодня присутствуют, но мы все четко отдаем себе отчет, и мы анализируем и знаем, где мы сознательно идем на риск, где риск, который есть от нас, зависит. Это, в частности, технологический риск, то есть демонстрация изготовления, потому что то, что на себя Юницкий взял обязательство фактически за 4 месяца создать машину мирового уровня и продемонстрировать целое направление в транспортной отрасли, и имея под этом только краудинвестинговое финансирование, опытную базу, которая перешла к нам от ее мобиля и конструкторский коллектив, который вот только сейчас формируется, это большая ответственность, и, естественно, это большой риск, но здесь я могу сказать, с этим риском и с этой ответственностью наша команда справилась по главе с Юницким, поэтому технологию Юнибайка, Юнибусов городских, Родхук, бывший руководитель департамента транспорта Южной Австралии, будет демонстрировать, и там будут министры транспорта очень многих стран, поэтому мы эту задачу выполнили. Следующие этапы, на которые переходим, это будут следующие вызовы для нас как команды, и я абсолютно уверен, что следующие вызовы мы точно так же преодолеем, как и то, что было преодолено за эти три года. Ну вот, друзья, давайте сейчас у нас традиционно между начальным вебинаром и основной частью небольшой перерыв, то есть мы, как всегда, говорим, что тем, кого информация эта не заинтересовала, или вы получили исчерпывающую информацию, чтобы больше в проект не быть, мы с вами обращаемся. Вот, для всех остальных, после небольшой паузы, я могу сказать, друзья, сегодня у меня давно была определенная мысль, такая, я бы сказал, мечта, я сейчас Алексея попрошу, он сейчас поставит вам два ролика, основных, как это, а потом будет одна, ну, скажем, такая моя мечта, я прокомментирую, почему это, кстати, это я давно хотел сделать, и сегодня, друзья, я, наверное, обязательно это сделаю, поэтому давайте, это будет мой небольшой сюрприз, вот, и потом я прокомментирую, зачем я это делаю. Значит, друзья, 3-5 минут перерыв на кофе, соответственно, через 3-5 минут продолжаем нашу работу. Все, друзья, пауза. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здравствуйте!